А дождь идет. За сегодняшний день в городе выпала 10-дневная норма осадков. Наблюдение за погодой ведут сотрудники Муромской гидрометеорологической станции. В журнал наблюдений заглянула и наша съемочная группа. В 87-м, не знаю, какими были, вот 31 миллиметр. Уже тоже писали, заморозки в воздухе. Сильная жара, 36 градусов. Во все организации раньше подавали сколько. Всех надо было поищать. Этот журнал ведется 75-го года и он еще до конца не заполнен. На пожелтевших страницах отмечены все критические ситуации, случавшиеся в городе с того момента. Гололед, ураганный ветер, экстремальная жара. Максимальное количество осадков, зарегистрированных в Муроме в конце 70-х, было 50 миллиметров. Сегодня до обеда выпал 21 миллиметр. По словам специалистов Муромской гидрометеостанции, ситуация пока не критическая. Вот за сегодняшние сутки выпала норма 10-дневная осадков 21 миллиметр, что должно затекать, выпасть. Но это неблагоприятное явление, это еще не опасное. До критерий мы еще не дошли. Вот если сегодня выпадет, например, 50 миллиметров осадков, то это уже будет опасное явление. Это уже надо будет оповещать все станции, администрацию города, сельхозправлению, все, всех. От недавней летней жары не осталось и следа. Потоки воды в равной степени доставляют неудобства как прохожим, так и автолюбителям. Хотя по сравнению с другими территориями в Муроме ситуация с разбушевавшейся стихией под контролем. Коммунальщики бросили дополнительные силы на прочистку ливневой канализации. Нормально все, все работает. Все очищаем вовремя, предварительно или во время. Основная проблема – мусор, пакеты, бутылки, ветки, листва. Только очищаем и все, все работает. Дождливая, пасмурная и прохладная погода продержится в Муроме до конца рабочей недели. К выходным ждем солнца. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости Муром. Субтитры создавал DimaTorzok